МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решат, мы сейчас находимся возле конгресс-холла вашего детища, вашего ребенка. Расскажите, что чувствует архитектор, который полностью меняет облик города? Я рад, что он пришелся ко двору, так скажем. Оно в 2007 году еще признано лучшим многофункциональным зданием России. Поэтому должно так работать. То есть должны здесь быть разные кружки, мероприятия, концерты и так далее. Даже какие-то, может быть, какие-то в убыток, какие-то в прибыль, но оно должно качать. Оно построено на наши налоги. Вот вы заплатили налоги, я и так далее. Это здание, это народное здание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот если возвращаясь к тому 2007 году, я помню, когда конгресс-холл появился, многим он понравился, но и была волна критики. Кому-то не понравилось внешне, как выглядит конгресс-холл, кто-то, я помню, говорил, что он там обрушится. Вот как вы относились к критике тогда и как вы относитесь сейчас к ней? То, что касается, давайте отсечем вот эти проблемы технологические, что он куда-то уплывет в Уфу, УВ или в Белую. Да, да, да. Это и звучало на открытии, когда в 2007 году выступал Путин, я сидел на четвертом ряду, и рядом сидели ребята какие-то там, ну, можно просто догадываться, откуда они были. Говорят, мы специалисты, вот, а не уплывем ли мы сейчас с Путиным там к реке? Мы этот вопрос снимаем. Дальше, вкусовщина. Архитектор разное бывает. Я вижу так это здание. И я сейчас долго об этом говорить, но я считаю, что я первый вообще из архитекторов республики за многие там столетия, который озаботился именно гипотетической возможности реализации современной архитектуры посредством башкирских архетипов башкирской культуры. Здесь присутствует семь осей. Семь осей, это семь наших родов, это семь этих лепестков Курая. Они незримы здесь присутствуют. Первая ось идет на фонтан, вторая на Слау-Ти-Лаев и так далее, и так далее. Вот если вы в плане посмотрите, эти оси, этот лепесток Курая, семи родов, он там незрим, он присутствует в пространстве. Это первый, ну там много всего. Ну вот допустим, вот этот зеленый фасад. С орнаментом. Да. Ну я просто хотел вот так фигануть, вот так вот сказать. Потому что все фрагментарно в городе. Да, где-то что-то чуть-чуть. А здесь вот так раз, мазнуть кистью. И этот фасад, он двусторонний. За ним еще большой орнамент присутствует. И чтобы отстоять его, была предпринята спецоперация. Специально вывезли Муртазуга Байгалыча в район. И когда он возвращался, он посетил стельтамасский стекольный завод. То есть когда он входил, он меня не видел. Когда он выходил, я уже стоял, как это называется, на ярмарке, да, вот я вот сюда расставил. Ну, что ты здесь делаешь? Я говорю, Муртазогладыч, вот, говорю, вот стекло, вот оно ее видно, да? Да, да, да. Был фасад. А он говорит, что? Я говорю, вот хочу вот так вот это будет. Блин, говорит, ты, говорит, республику, говорит, разденешь, говорит, догола. Я говорю, ну, когда-то нужно что-то делать. Ярай, говорит, давай, покажите, говорит, мне. Потом посмотрим. Все было непросто. Вот эти вот ели, которые здесь стоят, это же тоже было в проекте. А вот как раз по поводу ели и проекта парка Ватан. Вы уже видели, как это? Вы, во-первых, делали какой-то проект для Ватана или это уже отдельно сделали? У нас был проект 3 километра от одного моста до другого. И был просто проект развития южного склона. Не было там проекта планировки, детальных вещей. Вот. Если было детально, мы там детально проработали. Но здесь я видел именно вот амминистр, который я когда-то увидел в Вене, в Австрии. Вот смотрите. К сожалению, не доделаны. Между этими соснами и елями должны быть растения сезонного цветения. Сирень, рябина, береза, которые вот по сезонам они дают другой окрас и даже дают другой запах. В том виде, в котором сейчас находится Ватан, вам нравится? Мне нравится, что он качает, что народ приходит, что народу не нравится. Но в том виде я понимаю, что это можно сделать лучше. Это мой вопрос сразу. Вот ради фариты давай туалеты здесь сделаем. Я считаю своей как бы заслугой, я отстоял, чтобы здесь не было стадиона. Все хотели здесь поставить стадион. Я сказал, что можно здесь беговую дорожку сделать, прогулочную, зону отдыха, но никакого не стадиона. Ну вот по поводу, что должно здесь быть. У нас недавно в Уфе проходил конкурс среди молодых архитекторов. Как раз разрабатывали проект для Ватана. Этот проект вызвал, там победила команда из Уфы, студенты. Я сейчас покажу вам проект. Я его видел, мне надо его показать. Как вам? Ну нет, конечно нет. Второе место лучше, это питерцы. Да, да, да. У питерцев больше зелени. Наши все, то, что мы сделали, они закатали в бетон. Хватит уже бетоном заниматься. Нельзя, чтобы здесь были целые ряды какие-то дополнительные для амфитеатра, из бетона, какие-то скамейки. Я сам буду выступать, чтобы такого не было.